Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я обожаю свою работу, могу там за ночь сидеть в Хармее. Далеко не всегда так делаю, так как есть семья, и спать гулять тоже не уйдет. Мои коллеги стали говорить, что нельзя столько работать, что жизнь проходит даром. Должно быть какое-то хобби. Мне ничего кроме работы не нравится толком, но погулять, чтобы силы восстановить, ну, в охотку почитать литературу. Так ничего особо и не захватывает. Я думаю, мне очень с профессией повезло, или просто ограниченный человек, на что друзья, коллеги, намекают. Ну, понимаете, штука в чем. Если вам комфортно, то вам повезло с профессией. Если вам некомфортно, то, как бы, ну, наверное, какие-то ограничения есть. Опять же, вы не указываете свой возраст. То есть, как бы, понимаете, в зависимости от возраста, тут могут быть некоторые дефиниции. То есть, если вам 20 лет, то, в принципе, нормально все. Если вам 40 лет, то тут вот уже, возможно, есть какие-то ограничительные истории. То есть, ну, вот, какие-то страхи и так далее. Тем более, что, что-то же побудило вас спрашивать об этом. Что-то побудило вас спросить. Вот. Я думаю, что так. То есть, все-таки, ваше ощущение. Совершенно-точно, есть люди, которые любят свою работу. Но здесь важен один момент, на который я бы особо хотел обратить ваше внимание. Работа, это, прежде всего, способ. Прежде всего, это способ. Способ прикоснуться к чему-то, к чему-то важному. Например, для писателя, процесс написания книги, взаимодействие с тем, где он пишет эту книгу, является способом, что-то рассказать и передать. То есть, цель заключается не в том, чтобы писать все время. Цель заключается в том, чтобы что-то рассказать. И рассказать что-то, ну, важно, что-то серьезное, что-то значимое. Вот так же и здесь. Если вы, что называется, зарываетесь непосредственно в техническо-процессуальную сторону своей работы, то да, это больше ограничение. Причем, обратите внимание, что ограничение через сведение ценности своей личности к какому-то процессу. Если же вы в своей работе видите цель над техническим процессом и, соответственно, вольно выбирать разные способы технической реализации, то все в порядке. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Удачи вам. Всего самого доброго. Спасибо. Спасибо.